Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире бойцы сопротивления Милине и Месат Манушяны будут перезахоронены в Пантеоне. Уроженцы Западной Армении Анаит Мартирусян. Вопросы армян Западной Армении. Вопрос Бердзора будет обсужден в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул важность свободного передвижения по Бердзорскому коридору. Французские политические деятели призывают поддержать Арцах. День памяти Леонида Асгалдяна. Национальная галерея выставочной залы Уванеса Айвазовского. Боец армянского сопротивления Месак Манушян будет перезахоронен в Пантеоне, сообщил в субботу агентству Францинтер представитель Мануэля Макрона. Перезахоронение пройдет 21 февраля 2024 года. Месак Манушян будет перезахоронен в Пантеоне, подтвердил советник Мануэля Макрона. Президент официально объявит о своем решении в это воскресенье 18 июня по случаю 83-летия Манушяна, сообщает основатель комитета поддержки Манушян в Пантеоне Жан-Пьер Сакун. Перезахоронение состоится 21 февраля 2024 года, через 8-10 лет после казни Месака Манушяна. Месак Манушян – основание отряда Манушяна. Армянский боец сопротивления был арестован 16 ноября 1943 года, казнен 21 февраля 1944 года, наряду с двадцатью бойцами сопротивления Мон Малерини. После геноцида в Западной Армении 1915 года приютившийся во Франции Месак Манушян создал отряд Манушян. Группа иностранных бойцов сопротивления, близких к французской коммунистической партии, была одной из самых активных вооруженных движений сопротивления. Супруга Месака Манушяна Мелине похоронена на кладбище Иври под Парижем, также пережившая геноцид. В 1925 году с супругом переезжает во Францию, присоединившись к дальнейшим к сопротивлению. Незадолго до казни Месак написал ей трогательное письмо. «Удачи тем, кто последует за нами и вкусит сладость завтрашней свободы и мира. Уверен, что французский народ и все партии за свободу достойно почтят нашу память. Вы унаследовали французское гражданство, мы его заслужили». Уроженцы Западной Армении Анаит Мартирусян. Мартирусян, командующая отрядом Анаит, родилась в 1971 году в легендарном селе Чардахлу, Хачисар, Шакашен, уезда Утиг, исторического Мецайка, оккупированном Баку в 1987 году. Армянский край, который дал армянству и миру, два маршала Советского Союза, Ованеса Баграмяна, Амазаса Бабаджаняна, 12 генералов и 7 героев СССР. Из стафету героев должна была взять Анаит, сконцентрировав свойства боевой и независимой души армянина. Анаит должна была пройти через весь ад испытания, чтобы в судьбоносный для родины момент озвучить боевой призыв победы. Живя в Баку, каждый день слышала и становилась свидетелем ужасных событий, после чего с мужем принимает решение забрать детей и переехать в Армению. Утром 27 октября 1989 года, не пройдя и два квартала от дома, внезапно банда дикарей, среди которых был сын соседа, перерезала им дорогу, обезглавив на глазах сыновей мужа Виктора. Чудом спасшись, Анаит с сыновьями добираются до аэропорта, вылетают в Ереван, далее отправляются в село Паграташен Тавушской области к родителям Анаит. В октябре 1991 года, оставив детей у родителей, отправляется на передовую, чтобы отомстить. Там получает отказ, так как выглядит намного моложе своего возраста. Однако, владея азербайджанским, ей удается отправиться на поле боя в качестве медсестры. После Мараги, когда оклемались 13 спасенных ею ребят, был создан отряд Анаит, находившийся под опекой Аркадия Тер-Татавасяна. Паркев Сарпазан присоединил к отряду группу из 14-х преданных СУП Хача из России, сформировав таким образом разведывательный отряд. С апреля 1992 года Анаит Мартирусян возглавляет отряд Анаит. В том же году отступающий противник неожиданно занимает позицию в Дрампонии, оказав яростное сопротивление. Отряду Анаит удается окружить противника, взяв в плен 14 человек. Среди них сосед Анаит Пабаку, отец которого был азербайджанцем, мать армянкой. 26 августа 1993 года в Мартакерте рядом с отважной армянкой взрывается снаряд, после чего Анаит теряет зрение почти на 6 месяцев. В 1992-1994 годах Мартирусян участвовала в самообороне и освободительных боях Мартакерского района, Магавуз, Кармирован, Мэтшен, Уратак, Дарумпон. Несколько раз была ранена. С 1994 года служила в вооруженных силах Республики Армения. В 2010 году Анаит Мартирусян награждена медалью за отвагу. В 2014 году медалью за заслуги перед Родиной второй степени. Настоящая и самая священная награда для нашей героини – священная земля и героическая борьба. Древние армянские украшения известны сложным дизайнерам и использованы в различных материалах, включая золото, серебро, бронзу и драгоценные камни, такие как рубин, изумруд и армаз. Представляем некоторые характеристики древних армянских украшений. Древние армянские украшения отличались красотой и мастерством. Сегодня они считаются важной частью армянского культурного наследия, производятся современными армянскими ювелирами. Древние армянские украшения часто имели символику. На многих из них был изображен символ солнца, считающийся источником жизни и энергии. Другие символы включали кресты, звезды и животных, таких как орлы и львы. Армянские украшения в зависимости от региона отличались по стилю и дизайну. Украшения Северной Луры были знамениты серебром. Украшения Южного Сюника содержали золото и драгоценные камни. Есть интересная история, связанная с Орме-Арме. Тысячи лет назад большинство народов мира называли армян и страну армян Орме или Арме. Об этом свидетельствуют урарские надписи. В основе первой работы бронзовый браслет с змеевидными головками урарского периода, который сегодня находится в Дирижанском краеведческом музее-галереи. Орме был создан с миссией по особому пробуждению богатых забытых слоев истории. Оживляя украшения, дается возможность уйти к забытым корням, вернуться пропитанными собственными ценностями. Решение обсудить вопрос Бердзорской дороги в парламентской ассамблее Совета Европы я оцениваю положительно. Об этом беседе с корреспондентом Ньюзаем заявил защитник прав человека республики Арцах Герам Степанян. По мнению Степаняна, должна быть принята резолюция о гуманитарной ситуации, создавшейся из облакада Баку, отражающая реальность. На власти Баку не оказывается должного международного давления. Это позволяет Баку действовать в условии безнаказанности и вседозволенности. Степанян уверен, власти Баку не понимают языка призыва, не почувствуют на себе последствия преступной деятельности, будут продолжать в том же духе. Правильным ответом может стать применение санкций против Баку. Только при таком развитии событий Баку может присмотреть свое поведение. Степанял выразил возмущение в связи с последним обсуждением в Евросоюзе, который, исходя из экономических интересов, воздерживается от применения санкций против Баку. Защитник прав человека Арцаха подчеркнул, из-за энергетического кризиса ситуация в Сарсанском водохранилище приближается к элогологической катастрофе. Ресурсы сократились несколько раз. Если ситуация не изменится, зимой Арцах столкнется с энергетическим кризисом. Выразив надежду, что в докладе по сей этот вопрос также будет затронут. Мы ожидаем, что на Баку будет оказано давление и люди не столкнутся с угрозой заморозков или голода. В этой ситуации мы в первую очередь ожидаем поддержки от России, США, Франции и Евросоюза. Правительство Западной Армении констатирует, омбусмен Арцаха придает важность роли международных структур в судьбе коренных арцахцев, но, как он и сам отмечает, власти Баку не способны понять гуманитарные призывы. Игнорируя их, осуществляют политику убийц. Арцах должен понять, только он хозяин своей судьбы и сам должен решить проблемы, не забывая, что Арцах – государство Армения, воссозданное по госсам Нубарам. В Женеве 19 июня состоялась 53-я сессия Совета ООН по правам человека. По второму пункту повестки дня Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкнер Тюрк представил доклад о текущей ситуации с правами человека в мире. Коснувшись региона Южного Кавказа, в частности, призвал Армению и власти Баку активизировать мирные усилия на правах человека. Комиссар подчеркнул важность свободного и безопасного передвижения по Бердорской дороге и защиты мирного населения от гуманитарного воздействия. Фолкнер Тюрк отметил, управление Верховного комиссара ООН по правам человека на протяжении многих лет стремилось получить доступ к районам, находящимся под фактическим контролем де-факто властей в регионе Южного Кавказа. Подчеркнул, что люди становятся более уязвимыми из-за отсутствия регулярного мониторинга и контактов со стороны механизма ООН по правам человека. Доступ позволит нам проводить оценки прав человека и удовлетворять потребности людей, а также поможет укрепить доверие. Правительство Западной Армении призывает комиссара ООН к более действенным шагам, сдерживающим воинственные и геноцидальные шаги бакинских властей, направленные к восстановлению прав коренных жителей Арцаха. Гуманитарная помощь – нерешение вопроса. Регион нуждается в стабильном мире и развитии. Французское издание «Ле Фигаро» опубликовало призыв более чем 170 депутатам республиканской партии, сенаторам и избранным руководителям территориальных органов страны предотвратить запланированный конец Арцаха – угрозу погромов армянского населения. Об этом написал Лурет. Заявление, распространенное политиками, в частности, говорится. Это тревожный сигнал, о котором мы хотим здесь озвучить. Данный тревожный сигнал для тех, кто не хочет молчать против запланированного завершения самоопределения республики Арцах и угроз массовых убийств армянского населения данной территории. Армения после победы Баку осенью 2020 года оказалась в крайне ослабленном и уязвимом положении. С тех пор переговоры Армении с бакинским режимом, направленные на мир, проходят в условиях полного дисбаланса сил. Власти де-факто и де-юра союзника России Баку, как напомнил об этом несколько дней назад Ильха Малиев, на протяжении шести месяцев осуществляют бесчеловечную блокаду непризнанной части республики Арцах с открыто заявленными угрозами голода и выселения 120 тысяч проживающих там армян. Российские миротворческие силы, гарантирующие свободное передвижение между Арменией и Арцахом, фактически продемонстрировали свою неспособность. 22 февраля решение Международного суда, обязывающее к немедленной разблокировке со стороны Ильха Малиева, осталось безрезультатным. Сегодня Армения пытается спасти собственную территориальную целостность. В этом контексте обращаемся с официальным призывом к президенту Французской республики. Франция может вмешаться, Франция должна вмешаться. Мы обязаны это сделать, так как армяне Армении и Арцаха олицетворяют демократические ценности, взяв на себя роль авангарда христианской культуры. Мы обязаны это сделать, поскольку это диктует наша ответственность за защиту, вытекающую из наших обязательств 2005 года перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Мы можем и должны вмешаться, вновь созвав заседание Совета Безопасности ООН, для изменения текущих переговоров. Принять эти переговоры, так как они велись до Кишинева, означает снять с Франции и Запада ответственность, чтобы армяне вновь были вынуждены покинуть Арцах, как в свое время покинули армянки Ликии, что означает согласиться на войну, дестабилизацию Армении и региона, что опасно для всех нас. В мире, где разрушительные экспансионистские силы добиваются прогресса, Франция может и должна выступить с инициативой восстановления баланса армяно-азербайджанских переговоров. День памяти Леонида Асгалдяна. Арцах – это Армения и точка. Данные слова принадлежат национальному герою Арцаха, физику, военному деятелю Леониду Асгалдяну, человеку, который до последней минуты жизни боролся за эту идею. Асгалдян – один из первых, кто понял во время митингов в 80-х, что все это перерастет в вооруженную борьбу, начав с друзьями сооружать оружие. С первого дня арцахского движения участвовал в национально-освободительной борьбе, оставшись верным принципу беспартийности до конца жизни. На вопрос зарубежного журналиста, к какой партии он относится, Асгалдян, стоя на коленях, взял горсть земли и заявил, что не должен быть партийным. В дальнейшем Леонид Асгалдян полностью бесповоротно связал жизнь с освободительной борьбой Арцаха, действуя в Шаумянском и Мартакерских районах. С целью придать новый развах Арцахской освободительной войне 1991 года, в июне Софсепом Овсепяна создал военную организацию «Освободительная армия», которая в смысле сочетания усилий Армении Арцах с Западной Арменией приобрела новые качества в движении, послужившей в борьбе за существование армянского народа, главнокомандующим которого оставался до конца жизни. 21 июня 1992 года возле села Тонашен Мартакерского района Леонид Асгалдян погиб от заговорческих выстрелов противника. Посмертно награжден орденом боевого креста первой степени. Правительство Западной Армении ежегодно отмечает день рождения и памяти Леонида Асгалдяна. Леонид Асгалдян – один из выдающихся фигур новейшей армянской истории, человек, сумевший объединить свободолюбивые силы под одним знаменем, создав освободительную армию, являющейся легендой в истории арцахской освободительной борьбы. Сформировался боевой дух армянской армии, где каждый солдат прошел высокую подготовку тренеров, прибывших из-за рубежа. С гордостью отмечаем, президент Западной Армении Армена Кабарамян является инструктором, прошедший весь боевой путь отряда. Репортаж о Леониде Асгалдяне доступен на нашем YouTube-канале WesternArmeniaTV. 22 июня в Национальной галерее Армении открывается постоянная экспозиция произведения всемирно известного армянского мариниста Ованеса Айвазовского, включающая одну из важных по объему художественных ценностей в мире коллекции мастера. Национальная галерея сообщает, более 50 полотен и графических работ будут представлены в отреставрированном зале галереи. Полотна на армянскую библейскую тематику, виды спокойного и бушующего ночного моря, откутанные таинственной вуалю. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok